Юная актриса Герда Пугачёва. Папа актёр, мама актриса. Ты снялась в главной роли в фильме «Ячейка общества». Я там летала на тросе, и я была там к медведю в клетку зайти. Там просто специально клетку отрезали, маленький кусок. Я туда просто пролезала, а прыгал каскадёр. Я там оттуда привезла ещё деньги никому. И даже маме с папой не отдаю их, хотя они хотят. Говорят, что ты совершенно бесстрашная и выходила на край 4-метровой высоты. Я просто попросила полетать, и меня на тросе просто там качали. Мама, купи пёсика с маленьким круглым носиком. Всем привет! Сарафан-шоу снова в эфире со свежими новостями и милейшим гостем. К нам в студию приехала юная актриса Герда Пугачёва. Привет! Привет, Герда! Это Сарафан-шоу! Твоя первая роль была в три года и в сериале «Папа в декрете». Расскажи, что ты помнишь со съёмок? Я там должна была залезать в коробку, я там просто не хотела. А в итоге посадили другого. Ну, мне было просто смешно, что это было просто легко сделать. А вы знали... Пошли мыть руки! Нет, мы чём! ...что даже с самым капризным ребёнком можно договориться. Клодку! Шантаж! А расскажи о своей роли в этом фильме, в сериале. Мы там играли троих детей, которые просто хотят сделать папе радостную жизнь. Просто он всегда грустный, мы его отвлекаем, хотим порадовать. Он нас чем-то занимает, всё время хочет что-то сделать. А вот тяжело ли тебе было в первый день съёмок? Вот как оно ощущалось? Ну, мне понравилось, потому что там было много хороших людей, там все были добрые, просто обзывчивые. Сразу говорили со мной, всё просто. Правда ли, что твой первый съёмочный день состоялся в Международный день кино? Вообще-то правда. Как отмечали на съёмочной площадке? Ну, мы там просто все друг друга поздравляли, а потом снимали самые хорошие моменты. Ты снялась в главной роли в фильме «Ячейка общества». Расскажи, что ты почувствовала, когда увидела себя на большом экране, и какой фрагмент тебе показали? Ну, мне было приятно, потому что я первый раз тогда видела себя на экране. Мне понравилось, потому что весь зал смеялся. И когда я выходила на сцену, меня одна девочка задала вопрос какой-то. Я ответила ему, мне ещё даже взрослые люди просто интересовались. Мне понравилось. У твоей экранной мамы Анастасии Красовской самый первый фильм назывался «Герда». Как думаешь, это может какой-нибудь знак? Мне кажется, что да. Тебе понравилось сниматься с Анастасией Красовской? Да, она была очень добрая, и она всегда мне делала какие-то сюрпризы. А какие, например? Ну, пугала, радовала. Просто так как-то. А вот расскажи про экспозицию в Армению. Для какого фильма ты туда летала? Тоже для «Ячейки общества». Я там летала на тросе, и я была там к медведю в клетку зайти. Там просто специально клетку отрезали, маленький кусок. Я туда просто пролезала, а прыгал каскадёр. А как тебе в Армении было? Как тебе страна? Мне понравилось. Мне просто... Я там оттуда привезла ещё деньги никому, и даже маме с папой не отдаю их, хотя они хотят. Сувенирчик такой, да? Ну да. У нас там было всего два дня, и мне очень понравилось там сниматься. Было необычно. А что тебе понравилось в Армении? Там был классный зоопарк. Там были белые медведи даже были. А где вы снимали? В Армении в каком-то парке. Говорят, что ты совершенно бесстрашная и выходила на край четырёхметровой высоты. Что ты ощущала в этот момент? Мне было страшно. Меня захотят туда на тросе спускать или нет? Мне просто было интересно. А то есть тебе нравятся, когда какие-то такие трюки исполняешь? Да. Просто это необычно. Ну да, это интересно. Ещё где-то на перемене я просто попросила полетать, и меня на тросе просто там качали. Обучает ли тебя мама актёрскому мастерству? Или ты занимаешься ещё у других педагогов? Она меня обучает. Я просто подлезаю к ней в комнату и слушаю, как она обучает детей. Я просто подслушиваю по секрету. Мама не может меня выгнать, потому что она с актёрами хочет поговорить. А нравится тебе, чем занимается мама, и в принципе интересно ли тебе это? Да, мне очень интересно, потому что мне каждый раз интересно, какую я девочку или роль буду играть. А ты сама захотела заниматься актёрским мастерством, или тебе мама сказала? Ну, я сама захотела, потому что папа актёр, мама актриса. И я тоже захотела просто. Ты занимаешься балетом и вокалом. Пригодились ли тебе эти навыки в кино? Пригодились. Я там, ну, стих рассказывала. И меня тоже на тросе подвешивали. Тебя прям везёт. Да, и мне ещё пригодилось. В учебе общества я там пела одну песенку. А спойнем песенку из фильма? Я малюсенький татошка, страхов у меня немножко. Ничего я не боюсь, а только одного. Чтоб ни с кем не разлучаться, чтоб с хозяйкой остаться. Только-только-только-только-только-только и всего. Молодец. Классно получилось. Ещё ты увлекалась фигурным катанием. Это для общего развития просто? Или ты хотела стать спортсменкой? Я хотела стать спортсменкой, но так как мы бегали каждый день по утрам до катания, я там один раз расплакалась. Мне было просто тяжело это всё делать. Что тебе больше нравится, кстати, быть актрисой или быть спортсменкой? Ну, мне больше нравится быть актрисой, потому что тебя снимают, потом показывают на большом экране, красная дорожка. Мне просто нравится, чтоб другие радовались тоже. Угу. Ну, то есть ты приносишь радость людям? Да. Класс. Ты знаешь, почему тебя назвали Гердой? В честь нежной королевы? Я думаю, что да, потому что мама, когда она меня хотела, и она уже ехала в роддом, просто ей по пути попадались магазины Герда. Она просто думала, точно, просто... Это знак. Да. Ты читала сказку «Снежная королева» или, может, мультфильм смотрела? Я мультфильм смотрела много раз, и мне мама где-то, я помню, где-то в библиотеке, что ли, она мне читала сказку. А ты не находишь сходство Герды из мультика или книги и тебя? Нахожу, потому что я, как в сказке Герда, я просто хочу узнать что-то новое. Угу. И хочу добиться своего. Ты отважная? Да. Ну, значит, точно, Герда. Ты сейчас снимаешься в большом новогоднем проекте. Что сейчас можно о нем рассказать? Так одно. Кто играл моего папу? Ну, кто же? Его играл Роман Курцин. Тебе нравится этот актер в жизни? Да, нравится. И как тебе работало с ним на площадке? Мне было нравится, потому что он спортивный был, мне мама показывала его фотографии, и он по-настоящему меня держал прям. И он снимался с моим папой еще. А он смешной? Да, когда я его увидела, он просто такой, ой, начал играть что-то. Ну, это классно, когда такая смешная атмосфера на площадке, да? Да. А мы у Романа часто берем интервью на премьерах. Угу. Кстати, смотрите наши премьеры на канале. Да. Какого героя ты мечтаешь сыграть? Я мечтаю сыграть девочку, которая хочет добиться чего-то своего, а ей родители не разрешают. Вот, кстати, как тебе идея сыграть Герду? Мне нравится, потому что сейчас начали выходить фильмы и разные такие. Кстати, я слышал то, что «Снежная королева» там будет выходить, что-то такое. Герда, ты идешь в первый класс. Волнуешься ли ты перед школой? И вообще, ты собралась уже? Я собралась. Мне уже рабочее место, тетради папа ходил на собрание. Рюкзак, все купили. И я пойду в первый класс «Б». А не волнуешься ли ты? Нет. Не знаю, мне просто весело, потому что это первый раз я иду. Первый раз, первый класс, да? Да. Мне просто интересно. Назови свои самые любимые российские фильмы. «Конек, горбунок», мне он тоже нравится. Еще раз «Снежная королева», мне все это нравится. Такие «Светик, семицветик», такие вот. А, кстати, «Светик, семицветик» будет снимать экранизацию. Да, скоро выйдет фильм «Светик, семицветик», и как раз ты его посмотришь, да? И мы это обсуждали в прошлом выпуске. Смотрите, прошлый выпуск. Герда, а ты смотрела «Летучий корабль» или «Бременские музыканты»? Да, смотрела, они мне тоже нравятся. И еще мы, когда их включаем иногда в машине, мы просто с семьей поем это. А ты смотрела советские мультики? Вот как раз «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Ну, где-то да. Вот обязательно пересмотри, они тоже классные. Что должна уметь девочка, чтобы стать актрисой в кино? Мне кажется, это не наигрывать глазами и хорошо играть. Ух ты, ты молодец. Как вы с семьей проводите свободное время? Ну, у нас рядом есть пляж, мы на него ходим, я там плаваю. Ну, мне нравятся, там еще детские специальные игры есть. А ты уже умеешь плавать? Ну да, мы на море недавно ездили, и я там научилась плавать и так сверху, и под водой. А дома вы смотрите какие-нибудь фильмы? Да, мы смотрим «Гарри Поттер», еще такие фильмы. Я про лошадей фильмы смотрела, там очень много лошадей. Мне папа их еще новый показывает. Кстати, а вот ты каталась на лошадке? Да, каталась. Где-то три раза, наверное. Три раза? А какой твой любимый фильм про конный спорт? «Мой любимый чемпион» ты смотрела? Да. Как тебе? Мне понравилось, там было тоже необычно, там было тоже много лошадей. Кем бы на съемочной площадке, кроме актрисы, ты бы могла еще стать? Ну там, например, режиссером, сценаристом, монтажером, оператором, не знаю. И вообще, какая тебя профессия привлекает, кроме актрисы еще? Мне привлекает балет, танцы такие. А вот если бы на съемочной площадке, ты была бы не актрисой, а вот кем? То есть, например, режиссером, оператором, монтажером. Продюсером. Продюсером, может быть. Кем бы ты хотела? Ну, не знаю, я бы хотела оператором быть. О, классно. А почему ты хочешь стать оператором? Ну, просто, не знаю, я хочу снимать, с каждого кадра переходить и переходить. А у тебя есть уже телефон или фотоаппарат, чтобы ты снимала или фоткала? Ну, у меня есть только часы и папин телефон. Ну, можно папин телефон брать и снимать, там, маму, например, папу. Я так иногда делаю. Герда, как ты готовишься к ролям? Кто тебе помогает? Мне помогает мама, мы очень хорошо учим текст, потом не наигрывать ничего. Мы подучаемся чуть-чуть, и мы так. А текст-то тебе легко запоминается? Иногда легко, если, ну, мне не тяжело рассказать где-то вот столько. Ну, это уже, это уже хорошо. Значит, в школе у тебя по литературе будут одни пятерки. Герда, готова ты с нами обсуждать новости кино? Да. Хорошо. Отлично. Новости российского кино. Клим Шипенко и Йелло Блэк Эн Вайт снимут новую экранизацию Королевства Кривых Зеркал. Герда, ты смотрела этот фильм? Да. Там были две девочки, они вроде были с косичками, в таком пионерском платье с галстуком, насколько я помню. Ну, хорошо, но я знаю то, что Клим Шипенко и компания Йелло Блэк Эн Вайт, это, в принципе, компании такие, ну, точнее, режиссер и компания, они серьезные, то есть снимают серьезные проекты, поэтому этот фильм обещает быть классным, крутым. Почему бы и нет? Это показал как раз и вызов, и холоп, который, кстати, третий холоп, он как раз снимает сейчас, вот, ждем. Кстати, девчат, а вы смогли бы дружить со своим же отражением в зеркале, ну, как бы своим двойником, так сказать? Я думаю, да. Я думаю, что я сначала немножко поссорилась, а потом начала дружить, потому что я с Джеками так сразу не дружу. Я просто не знаю, как бы это работало, если бы мы говорили, как бы, одинаково, как в зеркале, то это было бы странно, то, что я говорю, и он говорит. А если мы, как бы, думаем одинаково, то это классно, как бы, вот, просто поговорить с кем-то, обменяться этими впечатлениями. Отсылка на бойцовский клуб, особенно, чтобы твоего друга никто не видел. Ну, можно и так сказать. А я вот скажу то, что это персона Ингмара Бергвана, вот так вот. Да. Идут съемки фильма «Мужские правила моего деда». Этот фильм повествует о сварливом деде, который хочет перевоспитать своего внука, который, как бы, по его мнению, неправильно воспитан его родителями. Вот. Кстати, девчонки, расскажите о своих дедах. Какие они у вас? Сварливые? У меня нет, но... Ну, так, иногда бывает, может, кто-то поворчает, но в основном нет. В основном все доброе. А у меня дедушка, он, ну, всегда хотел сделать что-то. Например, он один раз врезался случайно в автобус, и у него рука чуть-чуть сломана была. И он в автобусе остановил двух, ну, злых каких-то... Ну, они воровали давно. И в поезде ему просто по глазу ножом сделали. У него дочек по шарам остался. Ух ты. Вот это у тебя дед ищет приключения. Он играл так, да. Вот это да. Был гаишником. Ага, точно у тебя такой. У тебя дядя милицейский, да? Да. Чему тебя научил твой дедушка? Ну, не знаю, он меня научил быть всегда на своем. Если меня кто-то хочет задержать, то я все равно на своем стою. Он меня научил играть в шахматы. Ух ты. Шахматы, это, кстати, классно. Я вот умею играть в шахматы и умел играть на нормальном таком уровне. Но сейчас что-то забросил, так как времени нет. И, в принципе, шахматы мне стали неинтересны. Рубрика «А что в мире?» Стартовал второй сезон сериала «Властелин колец. Кольца власти». Я что знаю про «Властелин колец», то, что это, ну, великий, как-то сказать, сериал. И, по сути, он очень много «Оскаров» собрал, как я знаю. И поэтому обязательно стоит посмотреть. Но фанаты в комментариях говорят то, что лучшей легендарной трилогии уже ничего не будет. Вот так вот. А, ребята, вы как думаете, стоит ли все-таки понадеяться на новинку, то, что она станет каким-то культом? Мне кажется, да. Если выходят еще части, значит, ее смотрят. Мне тоже. Вы плетете кольца или что-то такое? Я раньше плела кольца из бисера и разных резиночек, но сейчас нет. Ну, кстати, я помню, был такой тренд. Нет, у меня этим занимается сестра. Да, у меня младшая сестра есть, она занимается этим. И я этим не очень люблю заниматься, так сказать. Но был тренд, я помню. Такой был пластмассовая штучка, и там крючки такие были. Вот. И там нужно как-то было вот так вот соединять эти резинки. А, так вот, это из резинчиков, я из них плела. Я тоже, я до сих пор плету. Я даже сделала такой как бы брелок из них. Класс. Вот я что-то пытался сделать на нем, я помню, но у меня ничего не получалось. И моя сестра мне выплела как-то сердечко. Просто смотрела телевизор и выплела сердечко как-то. Рэпер Кешлок предложил фит Милане Старр, но он ошибся Миланами. Рэпер предложил Милане Старр спеть песню «Купи песика», но оказалось, что это трек Милан Хаметовой. Привет, Макс. Я уже на студии, я готова писаться. Только определись, с какой Миланой ты хочешь фит, потому что мне песику уже купили. Какие для вас у них любимые песни? У меня нет любимых, но единственное, когда была песня у них совместная ЛП, я помню, нет, тогда мы еще были все маленькие, я под ним постоянно танцевала, я тренды знаю. И мы с моей подругой постоянно тренды снимали. Улы улыбаемся, разгоняя тучки, люди обзываются, что мы две почемучки. От пути, не путю. Ну кому я говорю, но путю ведь я люблю свою лучшую подругу. От пути, не путю. Герда, споешь нам песню «Песик». Герда, какая Милана тебе больше нравится? Милана Стар. Кстати, мы были на премьере «Не одна дома». Это как раз премьера Миланы Хаметовой, где она в главной роли снималась. И мы видели то, что у нее огромное комьюнити, то есть сообщество. И то, что пришло там огромное количество ее фанаток. И это вообще какой-то ужас был. Мы на премьере фильма «Не одна дома». С Миланой Хаметовой в главной роли. Вы посмотрите, сколько фанатов собралось сегодня. Так, кого вы так долго ждете здесь? Милану Хаметову. Милану Хаметову. Главную героиню. Милану Хаметову. За что вы ее так любите? У нее очень большая аудитория, у нее очень хороший контент. Много таких же фанатов, как мы. Как по мне, эта премьера не фильма. Это премьера Миланы Хаметовой. Но, значит, они его сильно любят. А, кстати, кто еще не посмотрел премьеру, бегите смотреть репортаж. Что будет, если во всех фильмах будут сниматься блогеры? Мне кажется, будет полный хаос. И вообще, потому что все блогеры у них... Ну, мне кажется, у них не получается нормально быть актерами. Ну, может, у кого-то и получается. Но если вот, допустим, из актеров идут блогеры нормальные. Например, Карина Кагарманян. Она и актриса, и блогер. Ну, смотри, смотри. Не нам судить, кто нормальные блогеры. То есть для каждого... Ну, у каждого блогера есть цель и целевая аудитория. А так, да, блогеры, они выражают более ярче свои эмоции. Поэтому... Но, опять же, я не могу говорить то, что блогеры нет. Они играют худше, худше. Там вот это все. Нет. Конечно, пусть они пробуют. Почему бы и нет? Но то, чтобы они заполонили место актеров, такого никогда не случится. Блогеры, окей. Но лайкеры было бы не очень. Маленькие вот эти детишки все, которые на суперлайк-шоу смотрят. Ну, пусть они снимают свои лайкеры. Вот, допустим, если взрослые блогеры снимают фильмы, окей. Там... Блогеры, окей. Егорик, окей. Фрэм таймер, там. Окей. Эксайл. Хорошо. Но там какие-то маленькие блогеры, лайкеры, типа, мне кажется, будет не очень. Герда, с каким блогерем ты бы хотела сняться в кино? Я не знаю. Я вообще не знаю ни одного блогера. Ими увлекается только мой брат. Мне просто кажется, что если... Вот, например, если там будут сниматься они, то тогда просто весь зал будет из детей состоять. Согласна. И просто взрослые уходят. А где все места? Ну, на ни одна дома, кстати, так почти и было. Блогер переночевал в джунглях и чуть не умер. Представляете, он решил, то, что он сможет переночевать в джунглях. Он поставил палатку с запасом еды, вот это все. Но ночью начались проблемы. Его палатку прогрызли насекомые. И к нему в гости начали приходить всякие сороконожки, вот это все. Вот этот ужас. И, то есть, он спать нормально не мог. То есть, он думал, что его сейчас сожрут. Но, к счастью, он вышел, ушел оттуда живым. Так что, ребят, не надо так делать. Не, ну, конечно, потому что это снималось в лесах Амазонки. Это там очень страшно. Там просто небезопасно. Это около 2 ом, и я пытаюсь спать. И есть около 10 миллионов левых-каттеров в этой тенте. Вот как раз, какие насекомые смогли прорезать палатку? Это как раз насекомые-листорезы, которые листья вот так вот своими... Это такие муравьи. Да, да, муравьи-листорезы. Вот, они прогрызли его палатку, и уже туда начали заползать другие насекомые. В общем... Не, ну это очень страшно. Я просто так ненавижу насекомые. Это ради просмотров и лайков не стоит, ребята. Герда, ты боишься насекомых? Нет. Я один раз попросила папу поймать муху, и она у меня жила в бутылке, и там же умерла. И просто туда воды налила. Она хотела поспать внизу, а сама в воде вот так вот заснула и задышалась водой. А я помню, я когда была на море как-то раз, на некоторых пляжах есть такие маленькие крабики, именно где песок. И там, короче, я поймала крабика, постоянно его ловлю, и посадила в банку его, когда домой пришла. И реально я наложила ему туда песка, листик, и в итоге... Он почерневый умер. Ну что ж вы здесь сразу про смерть? Вот я в Сочи когда был, вот я взял рыбку, вот я ее поймал, такую мелкую, в сочок поймал, я не знаю, каким образом. Вот, я ее такой в стаканчик положил, и туда воду морской налил, вот, держал ее, просто смотрел, а потом отпустил в море. Вот, хэппи-энд, ребята, вот, вот как нужно. Кстати, ребята, вот уж кто точно любит насекомых, так это Никита Бюреев, который у нас был недавно на выпуске, и который рассказывал про муравьев. Потому что он их... Как бы сказать... У него они живут, у него целая муравьиная ферма. Угу, муравейники такие целые. И он рассказывал про всякие виды, про всякие, как это сказать, чем питаются. У меня дома живут колонии муравьев. Повтори еще раз. Поганомирмикс барбатусный. А у тебя есть имена у каждого муравья? Я муравьев могу сыграть, я понимаю его чувства. Ты уже как Шолли, давай. И я знаю, что есть еще красные муравьи, они опасные. Да, 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 я помню, я в огороде был, я вот так вот что-то там просто, ну там сижу, например, да, и на меня залезает этот муравей. Они кусаются так, типа, даже не почувствуешь, но потом чешется, как крапива, знаешь. Герда, у тебя есть домашнее животное? Нет, но он у меня был. Его звали Пушок, и это был малький кот. Кто был? Мальчик. А хочешь песика? У Миланы Стар попроси, ой, Хаметовой. Тоже перепутал. Милана, купи песика с круглым носиком. С маленьким круглым носиком. Ребята, ради лайков от подписчиков не стоит жертвовать своей жизнью. Особенно в лесах Амазонки. Герда, а ты хочешь стать популярной? Ну, вообще-то да. А для чего? Ну, я просто хочу, чтобы меня приглашали и брали интервью, как вы, например. Вот мы уже у тебя берем. Да. Так что все, мечта сбылась. Значит, ты уже крутая. Нас можно не только смотреть, но и читать, и слушать. Статьи читаем на Яндекс.Дзен, а подкасты слушаем на любых музыкальных платформах. У нас в гостях была Герда Пугачева. Поддержите нас лайком. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok